В минувший понедельник оперативки продолжилось подведение итога первой годовщины правления ради Хабирова. Вольно, невольно, подсознательно, но тем не менее это было так. Обсуждались только успехи, обсуждались только достижения, и все бы хорошо, если бы эти достижения и успехи действительно были настоящими, а не высосанными из пальца. Но обо всем по порядку, и начнем с того, что Хабиров в начале оперативного совещания задался вопросом, каким же быть 2020 году в Республике Башкортостан. Действительно, существует традиция посвящать год какому-то процессу, мероприятию или явлению, год материнства, год космических полетов, год детства или еще чего-нибудь такого. Так вот, 2020 год, после мучительных размышлений дорогого Радия Фаритовича, будет посвящен эстетике. Чтобы разобраться в том, что является эстетикой для Хабирова, нужно процитировать Хабирова. Хабиров сказал, «Есть предложение назвать годом эстетики населенных пунктов республики газоны, тротуары, освещения, заборчики». Конец цитаты. Я не знаю, войдет ли полностью вот эта фраза в официальные документы, то есть газоны, тротуары, освещения и заборчики, однако само по себе понимание Хабировым термина «эстетика» весьма своеобразно. Вообще-то эстетика городов, дорогой Радий Фаритович, это не заборчики, это не газончики и это не тротуары. Эстетика городов – это немножко другое. К сожалению, Хабиров, рассуждая о необходимости поименовать 2020 год, заявил о том, что он предлагает посвятить этот год не каким-то абстрактным вещам, а простым, понятным, счетным, как он сказал, вещам. Также он сообщил, что важно, чтобы все понятия были исчислимы. Что я ожидаю от этого года, задался вопросом лидер Башкирии, более интенсивной инициативы жителей. В общем, конечно, очень спорная, очень странная история по поводу вот этой вот формулировки Хабирова. Радий Фаритович, эстетика – это не заборчики, тем более не заборчики Киреева, которые, наверное, навечно войдут в нашу городскую историю, по крайней мере, уфимскую точно. Думаю, что нужно обратиться к словарям либо к преподавателям, чтобы освежить в сознании вот это понятие эстетика, и не дай бог не навязывать неокрепшим умам жителей республики Башкортостан эстетику именно в том виде, в котором ее представляют Хабиров. Что это такое, я не знаю. Это навязчивая идея, это дефицит идеи, или это какой-то, значит, скудость словарного запаса, но вот у Хабирова заборчики, эстетика, эстетика заборчики. Далее перешли к более-менее государственным проблемам, а именно к проблеме АО «Полиев». Хабиров сообщил, что прошедшая неделя, к сожалению, кроме того, что она была безумно праздничной и юбилейной, была омрачена очередным ЧП. Отчитаться о ликвидации ЧП Хабиров поручил Назарову, как виртуальному премьер-министру. И виртуальный премьер-министр Назаров сообщил, что населенные пункты в зону поражения выбросов или сливов АО «Полиев» не попали. Задействовано было более 100 единиц техники. На территории акционерного общества «Полиев» введена чрезвычайная ситуация. Обваловка произведена вокруг вот этого разлившегося реагента. Проводится рекультивация. Провержденный резервуар в 20 тысяч кубометров локализован. По данным экспертиз на 14-е, 10-е, то есть на момент доклада Андрея Геннадьевича, растворенный кислород в воде реки Казмышла был в норме. Обращаю внимание ваше на то, что опять, как и в прошлый раз, не прозвучало название тех химических веществ, которые попали в грунт, в воду. Мы до конца не знаем, но 8 тысяч тонн отходов АО «Полиев» были пролиты на землю, разлились вокруг из-за обрушения стенки резервуара хранения. Но мы так и не знаем, что за химикаты это были в этот раз, как и в прошлое. Кроме всего прочего, Андрей Геннадьевич Назаров сделал весьма важное заявление, на мой взгляд, важное, которое характеризует его как человека, который, в принципе, в состоянии формулировать конкретно итоги ситуации, которые должны в дальнейшем повлечь за собой и выводы. Цитирую Назарова. По инцидентам, случившимся на «Полиеве» в последнее время, можно сделать вывод, что на предприятии отсутствует система предупреждения экологических инцидентов и крайне слабая готовность предприятия к ликвидации аварии. Это практически один в один повторяет мою мысль о том, что АО «Полиев» нуждается в экологическом и технологическом аудите. Необходимо установить, насколько вот эта разбалансированная система защиты окружающей среды предприятия угрожает окружающей среде, собственно. И, исходя из этих выводов, из этого аудита, конечно же, нужно делать выводы о необходимости либо вмешательства туда государственных органов власти, либо «Полиев» собственными силами в состоянии навести порядок в этой области. Но, судя по всему, и инфраструктурные объекты, и методики контроля за опасными веществами на предприятии находятся в плачевном состоянии. Хабиров поддержал Назарова, сказал, что вопрос о возмещении ущерба, нанесенного акционерным обществом «Полиев» в природе республики, стоит однозначно. Ну, стоит так стоит. Первым штатным вопросом оперативки шел вопрос об оперативной обстановке на дорогах ЧАЭС и ЖКХ. Ну, собственно, про чрезвычайные обстоятельства поговорили уже до этого. Беляев сообщил, что в Багдаде все спокойно, отопление везде есть. Хотя, на самом деле, опять-таки соврал. Мухаммедьянов не порадовал ради Фаритовича, сообщив о том, что у него на прошедшей неделе возросло количество ДТП относительно статистики аналогичного периода прошлого года на 5 человек. На 4 человека увеличилось количество погибших за прошедшую неделю, что действительно очень много. Напомню, что разрыв статистики между прошлым годом и нынешним годом по смертности на дорогах исчисляется буквально единицами. И вот эти единицы уже начинают поглощаться теми рекордами, которые стали, ну, вот этими смертельными страшными рекордами, которые стали появляться на наших дорогах в последней неделе. Судя по всему, конечно, не удастся в реальности улучшить статистику гибели на дороге в республике Башкортостан. А Путин так требовал этого от Хабирова, что, вероятнее всего, мы, конечно, под конец года увидим какую-то отчаянную подтасовку а-ля выборы 8 сентября. Хабиров не может доложить Путину о том, что он не улучшил ситуацию со смертностью на дорогах, так что он будет, скорее всего, делать это виртуально. Очень печально Радий Фаритович выслушал доклад Мухаммедьянова, как-то так обреченно спросил, выехали ли на места смертельных ДТП вот эти специальные группы расследования. Мухаммедьянов, конечно же, подтвердил. Также не могло опечалить Хабирова и ДТП с общественным транспортом. На прошедшей неделе два автобуса участвовали в ДТП. Одно из них очень серьезное случилось в Уфе на остановке «Спортивная». Интернет облетели кадры того, как злосчастный пазик влетает прямиком в столб. К счастью, там никто не погиб, но 10 пострадавших и четверо из них в больнице. Вторым вопросом повестки был вопрос о ходе уборочной кампании в Республике Башкортостан. И докладчиком, естественно, был министр сельского хозяйства Ильшат Ильдусович Фазрахманов. Это очень важный доклад. И вот почему. Еще на прошлой неделе Республику облетела радостная новость о том, что Радио Фаритовичу удалось пообщаться с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым именно на тему успехов Башкортостана в области сельского хозяйства. Медведев благословил глубокую переработку зерна, одобрил стремление Радио Фаритовича к развитию сельского хозяйства в Республике Башкортостан. И в общем, аллилуйя. Так вот, доклад Фазрахманова, естественно, не мог не быть важным. Более того, следуя традициям последнего времени, он не мог не быть победным. Однако, именно этот доклад вызвал у меня самое пристальное внимание и побудил меня проанализировать то, что сообщил нам Фазрахманов. И этот анализ говорит нам, что господин Фазрахманов как минимум пытается ввести в заблуждение и нас, и дорогого Радио Фаритовича, а как максимум злостным образом лжет. Начнем с сути того, что доложил Эльшат Эльдусович. Посевы в Республике Башкортостан достигли в этом году 3 миллионов гектаров. Урожайность зерновых у Фазрахманова в этом году просто рекордная, по его мнению, 20 центнеров с гектара. И он собрал 3,3 миллиона тонн зерна зернобобовых, что на 10% превышает результат 2018 года. При том, что потребность Республики Башкортостан в зерне и зернобобовых составляет 2,2 миллиона тонн, господин Фазрахманов миллион и одну десятую миллиона тонн зерна и зернобобовых планирует вывести за пределы Республики и даже за пределы Российской Федерации. Также господин Фазрахманов выработает 200 тысяч тонн белого сахара при потребности Республики всего 90 тысяч тонн этого продукта. Тут я про себя отмечу, что семейный бизнес семьи Фазрахмановых похоже в надежных руках именно сахарным бизнесом. Долгие годы занимался папенька Ильшата Ильдусовича, и Ильшат Ильдусович, попав на высокую должность, также не оставляет семейный бизнес внимания. Кроме всего прочего, Ильшат Ильдусович обещает нам выработать 300 тысяч тонн подсолнечного масла, при том, что самой Республике Башкортостан нужно всего 50 тысяч тонн. В целом Ильшат Ильдусович собирается войти в ближайшее время в пятерку крупнейших игропромышленных комплексов Российской Федерации. Вот на этом я перестаю цитировать и сообщать те цифры, которые выложил господин Фазрахманов. Они выглядят, на первый взгляд, прекрасно. Замечательный результат. Десятипроцентный рост к прошлому году. Избыточное производство важнейших продуктов. Сахар, подсолнечное масло. Все это ликвидно, все это продается, например, в Среднюю Азию. Или, как сказал Ильшат Ильдусович, наш сахар пойдет в Сибирь, ну и так далее. Все бы хорошо, если бы не некий критический анализ вот этих цифр. 3 миллиона гектаров посевов и 3,1 миллиона тонн зерна и зернобобовых. Делим 300 на 3, получаем всего 11 центнеров с гектара. Как получилось у Фазрахманова средних 20 центнеров с гектара? Ну, бог с ним. Может быть, есть какая-то секретная технология, как 3,3 разделить на 3 и получить 20, но даже если это 20 центнеров с гектара, в не менее северной Канаде средний уровень урожайности в 2018 году составил 43 центнера с гектара. Чем тут гордиться? Идем дальше. Бог с ней, с Канадой, страна НАТО. Враги, небось, врут все. Соседний Татарстан. Площадь посевов в этом году составила, внимание, 1,4 миллиона гектаров, с которых трудолюбивый Татарстан сумел убрать 4,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. И средняя урожайность, которая, кстати, вполне себе проверяется по статистике Татарстана, составила у них, внимание, 30 центнеров с гектара. Упрекнуть в том, что мы имеем разные климатические условия или еще что-то, с Татарстаном нас точно нельзя. 30 и 20. 20, и это вызвало дикий восторг самого Файзарахманова, аплодисменты Хабирова, и Хабиров хлопал себя по карманам в поисках ордена Салавата Юлаева, которого буквально прямо на месте готов был вручить Файзарахманову. Что за бред? Что за очковтирательство? Однако Хабиров выслушал этот доклад прямо не то, чтобы благосклонно, а с счастливой улыбкой на лице. То есть важно у нас, похоже, не достижение, важно не реальные критерии прогресса, а важно то, как ты докладываешь об этом на какой-нибудь выставке или в правительстве. Абсолютно позорный, ниже среднего результат по России признан успешным, победным и достойным награды. Более того, Хабиров сообщил нам, что он поставил амбициозную задачу агропромышленному комплексу Башкирии к 2024 году достигнуть результата урожайности в 4 миллиона тонн зерна. То есть даже к 2024 году мы не достигнем уровня Татарстана 2019 года. Это и есть те самые амбициозные задачи, поставленные перед республикой? Это и есть та самая алга назад, да? В общем, конечно, это полный бред. Ради Фаридович не останавливался. Он сообщил, что вот за эти все достижения аграриям республики нужно устроить хороший праздник. Тут же дал шафиковые задания, значит, чтобы она там пела и плясала на полную катушку. Не жалея бюджета, аграрии должны почувствовать этот праздник, да? Собрали в полтора раза меньше урожайности, чем у соседнего Татарстана, но зато агробут праздник и ордена. Также Хабиров обмолвался о том, что он, общаясь с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, упомянул о том, что Башкирия планирует глубокую переработку зерна. И Медведев очень одобрил эту идею, по словам Хабирова. И Хабиров нисколько не сомневается в том, что финансы Российской Федерации будут направлены на помощь в реализации этой идеи. Тут есть одна проблема. Я не знаю, возможно, знаний и компетенций Хабирова недостаточно. Возможно, и Фазарахманов вводит в заблуждение своего босса. Однако в Башкирии практически не производится зерно твердых сортов. Практически вся пшеница, производимая в Республике Башкортостан, это либо пшеница мягких сортов, либо фураж. И в основном это фураж, кормовая пшеница. Это пшеница, пригодная только для корма скоту. Либо производство супернизкокачественного хлеба, который киснет буквально по дороге из магазина до дома. И о какой глубокой переработке зерна, говорит Ради Фаритович, категорически непонятно. Для глубокой переработки зерна в муку, в макароны, во всевозможные продукты мукомольной промышленности необходим тот самый дурум, зерно твердое, с высоким содержанием клейковины и так далее. В общем, конечно, все это какая-то маниловщина, если честно. И довольно-таки постыдное представление и попытка делать хорошую мину при плохой игре. Однако мы вчера наблюдали вот эту вот постановку о том, как из достаточно, скажем так, скромных, ниже среднего результатов агропромышленного комплекса Республики Башкортостан сделали феерический праздник и великую победу. Третьим вопросом оперативного совещания был не менее важный вопрос об итогах жилищного строительства за 9 месяцев текущего года и вводе в эксплуатацию социальных объектов в текущие месяцы. Понятное дело, что доклад делал председатель Госкомитета РБ по строительству в архитектуре Ахмадуллин Марат Федаевич. Отмечу, что буквально накануне или за пару дней до этого доклада председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев устроил разгром регионам за невыполнение обязательств по строительству социальных объектов. И вообще, конечно, призрак Дмитрия Анатольевича витал вчера в правительстве Республики Башкортостан. Практически каждый вопрос, который обсуждался, по крайней мере, серьезный вопрос, который обсуждался в правительстве Республики Башкортостан, был так или иначе в последние дни затронут Медведевым. Доклад Ахмадулина состоял из двух частей. Это жилищное строительство и строительство социальных объектов. И начал он с жилищного строительства. Планы Башкортостана в этом году следующие. Марат Федаевич обязуется ввести к концу года в строй 2 миллиона 100 тысяч квадратных метров жилья в общей сложности, в том смысле, что это и жилье многоквартирных домов, и индивидуальное строительство. Однако на данный момент введено только полтора миллиона квадратных метров, что составляет 71% от обязательств. Марат Федаевич строго отметил, что для достижения планов 2 миллиона 100 тысяч потребуется дополнительное финансирование. О чем говорил господин Ахмадулин осталось непонятно, потому что речь-то в основном идет о строительстве коммерческом. То есть практически во всех случаях жилье строится за счет коммерческих организаций, либо за счет самих собственников жилья. И, соответственно, о каком финансировании говорил Ахмадулин, не ясно. Марат Федаевич отметил, что в стадии строительства в республике находится, внимание, 5,73 миллиона квадратных метров. То есть объекты незавершенного строительства фактически в 4 раза по объему превышают те объемы, которые сданы, например, в текущем году. Структура вводимого жилья следующая. 32% из введенного жилья – это жилье многоквартирных домов, и 68% – это индивидуальное жилое строительство. Вообще это стало традицией и по республике Башкортостан, и по России в целом суммировать все виды жилищного строительства, дабы увеличить вот эти объемы. На самом деле любой пристрой к дому, который так или иначе узаканивается в сельской местности, любой новый сруб в деревне будет внесен в эту статистику и подан как победная реляция. Также Ахмадулин сообщил нам, что Башкортостан занимает второе место в ПФО по объемам вводимого жилья, опять же после Татарии, и седьмое место в Российской Федерации. В одной только Уфе было введено в этом году 390 тысяч квадратных метров жилья. Много это или мало, конечно, судить сложно, но, в общем-то, конечно, представляется, что это немного на фоне особенно результатов соседей. Также Марат Федаевич с тревогой сообщил, что в ряде муниципалитетов по объему вводимого жилья не достигнут даже уровень 2018 года. Напомню, что Хабиров ставил задачу к 2024 году увеличить объем жилищного строительства на целых 60%. Это, конечно, абсолютно фантастическая цифра, которую вряд ли возможно будет достигнуть, и, скорее всего, она и не будет достигнута, особенно на фоне того, что, как сказал Ахмадулин, в ряде районов не достигнут даже уровень 2018 года. То есть, вводя в этом году, возможно, может быть, 2,1 миллиона квадратных метров, в 2024 они планируют вводить 3,7 миллиона квадратных метров. И все это на фоне падения экономики, на фоне падения покупательского спроса населения, на фоне падения ипотечного кредитования и так далее. Конечно, честно говоря, вот здесь опять отдают какой-то жуткой маниловщиной, но продолжим анализировать доклад Ахмадулина. Ахмадулин сообщил, что только в оставшиеся месяцы 2019 года ему потребуется ввести 800 тысяч квадратных метров жилья для исполнения плана. Тут немножко у него цифры не сложились. Дело в том, что если 1,5 миллиона прибавить 800 тысяч, то получится 2,3 миллиона, а у него по плану 2,1 миллиона. Но на подобные мелочи на оперативных совещаниях, по-моему, уже давно никто не обращает внимания. Цифры – это не главное. Главное, по-моему, тон доклада. Ни словом не обмолвившись о проблемах долевого строительства, что, кстати, стало отличительной чертой последних оперативок, Ахмадулин перешел к анализу ввода социальных объектов в Республике Башкортостан. Он сообщил нам, что в 2019 году по его плану должно было быть введено 69 социальных объектов. И дальше начался ужас. Выясняется, что из 9 школ, которые должны быть введены в строй, введены только 4. Из 20 детских садов, которые по плану вводятся в строй в 2019 году, не введен в строй ни один детский сад. Из 11 многофункциональных образовательных центров введен в строй только один. По объектам Минздрава 7 объектов, из которых ни один не введен в строй до сих пор. По линии Минкульта 8 объектов культуры, из них ни один не введен до сих пор в строй. По линии спортивных объектов из 11 запланированных вводимых в строй в 2019 году введен только один. Ахмадуллин утверждает, что за оставшиеся два с небольшим месяцем он введет в строй все то, что не введено. То есть он достроит 20 детских садов, он достроит 5 школ, он достроит 7 объектов Минздрава, включая одну больницу и две поликлиники, 8 объектов культуры и 10 спортивных объектов. Очень странным выглядит это заявление на фоне того, что даже мне, не строителю, понятно, что основные строительные работы происходят в теплое время года, а в зимнее время года происходят там вторичные и какие-то отделочные работы. Каким образом господин Ахмадуллин планирует справиться с объемом всего года за оставшиеся два с небольшим месяца совершенно непонятно. Хабиров, выслушав доклад, сделал такое странное резюме. Судя по всему, его, конечно, взволновали вот эти нулевые цифры Ахмадулина, и, впрочем, не подавая виду, потому что, ну, мы же победы празднуем, как тут отчаиваться. Хабиров следующим образом резюмировал доклад Ахмадулина, цитирую, «Давайте примем информацию, но мы с вами…» Дальше идет загадочная фраза в стиле Хабирова. «Мы с вами прекратили все разговоры о том, что тянем, не дотянем. Раиф Ромазанович, кто не дотянет, тот пусть не дотягивает, но мы будем тянуть». Конец цитаты. Вот это вот кручу-верчу, запутать хочу в качестве вывода или оценки доклада Ахмадулина, конечно, было очень характерно в том смысле, что тут были и угрозы, тут и были какие-то надежды, тут были какие-то намеки на то, что, в общем-то, все можно ведь и на бумаге вытянуть. Хабиров напомнил, что ключевая цифра для вас, обращаясь, по всей видимости, к Абоим и к Ахмадулину, и к Абдрахимову, 3,7 миллиона квадратных метров к 2024 году. Хабиров все-таки переспросил, я правильно понял, что все социальные объекты будут достроены до конца года? Ахмадулин как-то очень странно ответил, он ответил, да, нет, в общем, на выбор Хабирова. Тут Хабиров, конечно, понял, что получилось печально, решил немножко сам себя взбодрить и сказал, молодцы же мы с кардиоцентром и с онкоцентром. Вот тут Ради Фариточ, конечно, вопросов много, а с онкоцентром вы совсем не молодцы. На самом деле, совершенно непонятно, что делать с повторной госэкспертизой проекта по онкоцентру, а она там необходима, а она займет больше года. Дело в том, что в процессе строительства онкоцентра были допущены существенные изменения проектной документации и проекта в целом, и по закону теперь требуется повторная государственная экспертиза проекта. Не все здорово с онкоцентром, Ради Фариточ. Либо вам врут, либо вы врете нам. Собственно, на вопросе жилищного строительства и строительства социальных объектов ассортимент более или менее важных вопросов для Республики Башкортостан закончился. В качестве побед на этом совещании не обсуждались вопросы образования, здравоохранения, вопросы дорожного строительства. Вся эта мелочь не была принята во внимание. Дальше шел вопрос о замене качелей с жесткой сцепкой. Честно говоря, я был просто ошарашен тем, что вот настолько мизерный вопрос был вынесен на заседание правительства крупного региона. Значит, о количестве качелей, о том, как их заменяют и так далее. Все мы помним эти знаменитые качели Киреева, которые внезапно, без объявления войны, и непонятно на какие средства, по крайней мере, на бумаге были заменены перед наступающим новым 2019 годом. Как выяснилось впоследствии, господин Киреев не вполне был искренен в своих докладах и реалиях. Вовсе все было не так, как он говорил, да и цифры его того времени никак не бьются с тем, что теперь мы слышим и видим. Ну да ладно, Киреев канул в лету, сидит на задней партии, трясет бородой. Опять встал вопрос качелей на жестких сцепках. В общем, подобная мизерность вопросов стала характерна для завершения последнего заседания правительства. Доклад по поводу качелей делал председатель госкомитета по жилищному и строительному надзору, который, наверное, теперь стоит переименовать госкомитет по жесткой сцепке качелей Шафиков Эльдар Маратович. Так вот, руководитель процесса внедрения жестких сцепок детских качелей в Республике Башкортостан сообщил нам, что срок замены, полной замены всех качелей на жестких сцепках, на качели на нежестких сцепках установлен 31 октября 2019 года. На данный момент инспекторы вот этого вот госкомитета по жестким качелям определили, что в Республике Башкортостан осталось всего 14 качелей с жесткой сцепкой. Всю Республику Башкортостан накрыли своим вниманием дотошные инспекторы этого комитета, обошли каждый двор, заглянули под каждую лавку. В частности, было сообщено, что в Уфе таких качелей осталось всего две штуки. И тут комитет, который, безусловно, несет светлое и доброе населению Республики Башкортостан, защищая их, его, я имею в виду население, от смертоносного воздействия качелей на жесткой сцепке, столкнулись с неожиданной проблемой. Жители нескольких домов в Уфе воспротивились благу, который несет вот этот комитет, и отказались демонтировать качели, которые они купили на собственные деньги, которые, кстати говоря, и, судя по всему, были сертифицированы и вполне себе пригодны для развлечения детей. Так вот, жители сказали, дорогие сотрудники комитета по качелю, пожалуйста, не трогайте наши качели, мы их купили на собственные деньги и не позволим их демонтировать. В общем, конечно, проблемка. Господин Шафиков сыпал цифрами, в частности, эти цифры не вполне сходились с цифрами его коллег, мы, например, снова услышали новую цифру численности многоквартирных домов Республики Башкортостан, и эта новая цифра 19678. Господин Беляев нам сообщает иную цифру, но, видимо, ведомства между собой не взаимодействуют. Также господин Шафиков сообщил, что в республике 5936 детских площадок, а за период его бурной деятельности и деятельности его комитета было установлено аж целых 231 единица новых качелей. В общем, комитет по качелям отчитался бодро и феерично, Хабиров резюмировал работу этого комитета так, если мы взялись за что-то, мы должны зачистить до нуля, сказал Хабиров очередную загадочную фразу. Пятым вопросом оперативки в череде все мельчающих тем был вопрос о создании молочных кухонь в городах Нефтекамск, Октябрьске, Сибае, Белорецк. Представитель госкомитета по торговле Гусев Сергей Николаевич бодро и отчетливо доложил о том, что уже запущены молочные кухни в Уфе и Стеральтамаке, собственно, мы об этом давно уже знаем и слышали, но повторить, как говорится, никогда не грех. Организовано 13 пунктов раздачи, продаж, обратите внимание на то, что в скобках, и он раздает, продает в скобках 4 вида продукции. Строятся еще 4 производства, и в ноябре-декабре эти производства будут запущены в Нефтекамске, Октябрьском, Белорецке и Сибая. Сергей Николаевич сообщил нам, что с 1 января 2020 года 26 тысяч детей будут иметь возможность получать бесплатную молочную продукцию и сухие смеси. Все это будет безумно высокого качества, под безумно строгим контролем и так далее, и так далее. На самом деле, замечательная идея, прекрасная история. Наверное, 26 тысяч детей, нуждающихся в молочной продукции, смогут получать эту продукцию или не смогут, но мне, честно говоря, в глаза бросилось то, с какой неимоверной эффективностью и скоростью были решены все эти вопросы. Вопросы там были на самом деле многообразные, тут и выделение земель, и межевание земель, и создание проектов, и регистрация проектов, и прохождение госэкспертизы. Все это было сделано мгновенно и очень сильно походило на успешное коммерческое предприятие. И вот это вот в скобках продаж по-моему и лежит в корне того успеха, который достиг господин Гусев. Можно только порадоваться за тех, кто стоит у руля этого предприятия, за тех, кто в конечном итоге будет извлекать ощутимую прибыль из производства детских молочных продуктов, ну и, собственно, порадоваться, наверное, за жителей, которые хотя бы получат возможность, если не получать бесплатно, то покупать качественную молочную продукцию для своих детей. Шестым вопросом в череде продолжающих мельчать вопросов оперативного совещания был вопрос о ходе реализации проекта мобильного приложения «Лесная карта». Докладчиком был, естественно, председатель загадочного комитета по информатизации и функционированию системы «Открытая республика» Разумикин Геннадий Валентинович. Геннадий Валентинович доложил нам, что приложение «Лесная карта» нацелено на то, чтобы можно было буквально даже без интернета, владея только GPS-ом и смартфоном, прямо в лесу выявить незаконные рубки, лесные пожары, всевозможные незаконные свалки и вообще для того, чтобы граждане могли контролировать лесное хозяйство Республики Башкортостан. С этой целью Геннадий Валентинович оцифровал почти 6 миллионов тысяч гектаров лесов Республики Башкортостан, 100% которые были у него в наличии, намеревается оцифровать еще 21 тысячу гектаров городских лесов и приложение, оказывается, уже работает с августа 2019 года, то есть оно работает уже практически два месяца. Функционал приложения Геннадий Валентинович особенно описывать не стал, только сообщил о том, что будет возможность сообщать и отмечать в этом приложении места незаконных свалок, рубок, деревьев и пожаров. Правда, Геннадий Валентинович сообщил, что пока еще из приложения непонятно, где ведутся законные, а где незаконные вырубки, но скоро он тоже это все обеспечит. Геннадий Валентинович сообщил, что он уже вовлек за два месяца напряженной работы этого приложения к пользованию, привлек этому приложению около тысячи человек. То есть тысячи человек скачали это приложение, подозревая, что примерно половина из них это сотрудники Минлесхоза и всевозможные на местах сотрудники одного из тридцати лесничества Республики Башкортостан, но даже не мизерное количество людей, которые проявили интерес к этому приложению, а численность этих людей составляет менее двадцатипяти тысячной части процента населения Республики, а то, что Геннадий Валентинович как-то очень уж осторожно сообщил о том, какова перспектива использования этого приложения. Он рассказал об идее как вовлечь людей в пользование этой штукой. Он предложил привлекать туда людей, часто бывающих в лесу. Это, видимо, охотники, грибники, полицейские, лесники, егеря, маньяки и прочие люди, которые частенько шастают в лес. Надо сказать, что Хабиров, уже наученный горьким опытом приложения Дорожный Эксперт, очень осторожно отнесся к новому изобретению этих вот товарищей цифровизаторов и сообщил следующее. Я давно добивался цифровизации отраслей экономики, сказал Хабиров. Предлагаю дать месяц на отработку, переговорите с СПЧ, почему-то сказал Хабиров, там есть экологи, получим независимое мнение. В общем, он очень так отстраненно отнесся, сказал, что я пока не сложил своего мнения и вот посмотрим, что будет через месяц. Мы все помним, как жарко проходило обсуждение дорожного эксперта, чем все это закончилось и, собственно, Хабиров еще, кстати говоря, вернется к дорожному эксперту в своем заключении к оперативному совещанию. Традиционно исчерпав повестку оперативного совещания, Хабиров перешел к собственным рассуждениям и в этот раз эти рассуждения были многообразны, но достаточно скучны. Во первых строках Хабиров обратился к собственному сентябрьскому указу, сообщил, что этап информирования пройден и пора готовить план по годовой, как он выразился, план, и поручил готовить этот план Андрею Геннадьевичу Назарову. Далее Хабиров выдал очередной перл и сказал, что нам надо сентябрь указ, чтобы был в порядке. Сентябрь указ, это, видимо, новый термин, который будет широко или не очень использоваться чиновниками Республики Башкортостан. Это что-то такое очень похожее на майские указы Путина, только очень коряво сформулировано. В общем, сентябрь указ. Также Хабиров поручил Мурзаголову получше пропагандировать молочные кухни. Тут я, конечно, полностью поддерживаю господина Хабирова в том смысле, что как раз эта задача по плечу господин Мурзаголов и должен заниматься подобными вопросами, молочными кухнями и прочими подсобными мероприятиями. Хабиров вспомнил из докладов из Рахманова, что у нас в Башкирии как будто бы образовался избыток сельхозпродукции и поручил Госкомитету по внешнеэкономической деятельности срочно заняться этими вещами. По всей видимости, Госкомитет по внешнеэкономической деятельности попытается экспортировать в Австрию наше плохенькое зерно. также Хабиров почему-то вспомнил про индустриальные парки и сообщил, что надо понять, что там происходит. Мы создаем экономику развития, строго сообщил Хабиров. Вообще, конечно, вот эта тема индустриальных парков, она рано или поздно накрывает любого губернатора Башкортостана. Помним, как Хамитов носился с этими парками, и каждую подозрительную или не очень строительную площадку огораживали забором, писали на этом заборе индустриальный парк и ставили галочку. В общем, не миновала чаша сия и Хабирова тоже. И в завершении своего заключения Хабиров вспомнил таки о дорожном эксперте, об этом несчастном приложении Мухаммедьянова и разразился такой достаточно критичной тирадой. Он сообщил, что у него нет пока мнения по мобильному приложению о лесах, но он точно знает, что приложение по ямам не работает. Хабиров потребовал перестать вводить его в заблуждение, потребовал перестать морочить голову и оцифровать все ямы. Опасная история, конечно же, если начать разбираться во всех этих мобильных приложениях и пытаться выяснить, сколько денег на них потратили эти добрые молодцы, то выяснится, что, пожалуй, на эти деньги можно было бы несколько лучше отремонтировать дороги. последние выпуски, посвященные оперативкам, стало традиционно завершать тем, о чем не говорили на оперативках. Действительно, конечно, содержание этих оперативных совещаний становится все более и более унылым, все менее и менее интересным, а самое главное, что они становятся все менее конструктивными и полезными для понимания того, что происходит в республике, действительно, совершенно не шла речь о том, что можно считать не просто существенными провалами в деятельности Хабирова, а, наверное, провалами, характеризующими всю его команду и его самого. Абсолютно не говорили о ремонте подъездов, что все хорошо, все замечательно, все ремонты подъезда завершены в срок и вовремя, и должным качеством. Совершенно не говорили про дороги, где эти десятки тысяч километров отцепных, насыпных и прочих гравийных дорог. Абсолютно не говорили про ситуацию в Баймаке с добычей общераспространенных полезных ископаемых, а там ситуация становится все хуже. Совершенно не говорили про Куштау и то, что втихаря отдали разработку эту гору содовой компании, что теперь делать с общественным резонансом и вообще какова оценка этого события со стороны Хабирова и правительства. Как я уже и сказал, ни слова не было молвлено о долевом строительстве и его проблемах. Не обмолвились и о проблемах в медицине и в образовании и так далее. То есть совещание было мучительно составлено в мозаику из этих каких-то смехотворных достижений на тему качелей с жестким подвесом. Как пример приведу то, о чем, наверное, стоило бы поговорить в качестве подведения итогов. Почему бы Радио Фаридовичу вместо вот этих бессмысленных и бестолковых обсуждений качелей и мобильного приложения по лесному хозяйству не обсудить важный вопрос, который, например, обсуждался 24 декабря 2018 года на оперативном совещании в правительстве. Напомню Радио Фаридовичу, правительству и, например, дольщикам, что 24 декабря 2018 года правительством Республики Башкортостан во главе с Дорогим Радио Фаридовичем был утвержден план решения проблемы долевого строительства. И заключался он в следующем. В 2018 году должно было быть сдано три дома из числа проблемных объектов долевого строительства. В 2019 должно быть сдано 64 дома проблемного долевого строительства. В 2020 году 24 дома и в 2021 6 домов. Сейчас было бы здорово понять, насколько был выполнен план 2018-2019 годов. Всего по плану от 24 декабря 2018 года должно было быть сдано к концу 2019 года 67 домов долевого строительства. А сколько было сдано на самом деле? В Миловском парке 3. В цветах Башкирии 3 или 4. Выгляно 2-3 дома очень незначительного объема. И по прочим районам еще 12 домов. Итого 22 дома как максимум. Отмечу про себя, что в числе этих 22 домов, которые были сданы за отчетный период, естественно были дома максимальной готовности, где нужно было краску обновить, вентиль повернуть, ну или на худой конец вставить дверь в подъездах. Возможно к концу года сдадут 9-10 дом в Серебряном ручье, но это как говорится не точно. Учитывая проблему и какую-то странную ситуацию вокруг Серебряного ручья, которая развернулась в последние недели, я до конца не уверен в этой ситуации. Но даже если это будет так, то по результатам 2018-2019 года, дорогой Радифаритович, ваше правительство обеспечило сдачу 27 домов проблемного долевого строительства вместо 67 запланированных. Может быть вот об этом нужно говорить, может быть вот такие вещи нужно анализировать на ваших оперативках, а не вот эту вот чушь про качели с жестким подвесом или полуработающее приложение для лесного хозяйства. до сих пор до сих пор Субтитры подогнал «Симон»